Кто ответственный за вонь? Новости из рабочего посёлка Муловка Меликесского района последние месяцы не сходят с новостных лент. Местный спиртзавод «Гиппократ» давно отравляет жизнь сельчан. Например, сбрасывает продукты переработки в пруд «Красотка». Из-за этого едкий запах стал постоянным спутником жителей, а сам водоём медленно умирает. В 2017 году, когда прорвало котлован, обещали замкнутый цикл. Три года мы этого ждали, замкнутого цикла. То есть они своей водой пользуются, свои скважины у них, в КНС они запитываются, слив, сток и ставят фильтры на бардосушильный завод. Ну, ничего не было. Терпение у людей власти лопнуло. По жалобе жителей губернатор приостановил деятельность завода на 90 дней. В этот срок предприятию подлежит устранить все экологические нарушения. В противном случае дело будет доведено до суда. На последней встрече с жителями глава региона высказался жёстко. Предприятия, наносящие экологический вред природе, работать не должны. Отзывать заявление о приостановке деятельности завода мы не будем. Мы обратимся в процессе нашего собеседования с судом с просьбой отложить, допустим, на неделю, на месяц. Но отзывать я вам ещё раз повторяю всем, кто согласен со мной, кто не согласен со мной. Заявления не будем. Есть и вторая сторона медали. 158 местных жителей трудятся на предприятии. У всех дети, ипотеки и кредиты. Терять работу нельзя. Руководству завода дали 10 дней исправительного срока. За это время нужно выполнить часть требований, которые прописаны в дорожной карте, разработанной правительством вместе с жителями. Документ подписало руководство завода. Далее, соответственно, дорожную карту мы передадим вам, чтобы у вас она была и вы вместе с нами могли осуществлять контроль. Вот как сказал губернатор, как мы с вами говорили, мы им не верим, но мы верим вам. И как вы скажете, так оно и будет. В Муловке уже начались восстановительные работы. Гиппократ чётко принял решение заняться реабилитацией всех своих барда-хранилищ. На первом этапе до конца года будет доделана вся документация и рекультивировано крупное барда-хранилище. До 2022 года рекультивируют ещё четыре хранилища. Сегодня в первом этапе они приступают к рекультивации дороги там, где был прорыв барда-хранилища, протекала барда. Там, скажем так, находятся определённые домовладения, которые на сегодняшний день испытывают определённые неудобства в отношении того, что там, во-первых, всё, что касается деревьев, на сегодняшний день они погибли, стоят сухостой. На данный момент на участке работает 15 человек и техника. Спиливают сухие деревья. Далее рабочие завезут землю, выровнят её и высадят новые деревья. Кроме экологической проблемы займутся и другими вопросами Муловки. Это члены правительства обсудили на личной встрече с губернатором. Посёлок живой, посёлок в большие перспективы, посёлок такой, вот, по-настоящему рабочий, поэтому надо и дороги, и тротуары. Мы, конечно, помочим в вопросах благоустройства. Конечно, надо иметь комплекс мер, связанных с подготовкой к новому учебному сезону. Будет выделено дополнительно полтора миллиона рублей на ямочный ремонт и разработку документации транзитной дороги, проходящей через село. С Федеральным дорожным агентством проработаем вопрос благоустройства и все элементы безопасности дорожного движения на транзитной федеральной автомобильной дороге, которая проходит частично. В прошлом году мы уже сделали и тротуар на местовом переходе. Рассмотрят также схему автобусных маршрутов, освещения и благоустройства самой красотки. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Новости Управды ТВ.